Девушки отдыхают И взял просто поменьше коллективов А сработает ли это? Повлияет ли это на хронометраж? Ну мы посмотрим И знаете, мне вот как-то всегда с одной стороны хочется по максимуму использовать наше эфирное время Чтобы поговорить про максимальное количество разных коллективов Но с другой стороны, мне как-то всегда особенно приятно, когда появляется повод поговорить про уже знакомые нам группы Которые когда-то там были в выпусках Потому что все-таки у нас уже девятый год идет В следующем году будет 10 лет нашему видеоблогу Поэтому про многие группы мы уже стали как-то забывать Ну по крайней мере я частенько сталкиваюсь с такой ситуацией Что во время подготовки материала к какому-то выпуску Я очень много слушаю определенную группу А потом после релиза видео я делаю такой перерыв Который может случайно очень сильно затянуться И вот с первой сегодняшней группой произошла как раз такая история Они у нас были в выпуске в 2013 по-моему году И с тех пор у них пару альбомов вышло Я на релизе их как-то слушал Но все равно они достаточно мимо проходили Проходили и вот наконец этот мой перерыв себя изжил И я рад в эфире МММ вернуться к группе Born of Osiris И их новому альбому Angel or Alien Ну и надо сказать, что те пары альбомов Которые выходили после релиза Tomorrow We Die Live Который как раз был у нас по-моему в ММАнс И это было 8 лет назад Какой ужас Мне кажется, с ними все в порядке Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился Что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет Ну просто Tomorrow We Die Live на релизе как-то очень сильно бомбанул Я думаю, многие помнят их трек Мэшин И куча мемных видео, которые были с ним связаны Ну и вот все последующие их альбомы для меня работали как О, Born of Osiris, что-то новое выпустили Послушаю новый альбом Заодно вернусь послушаю Мэшин И все песни 2013 года Ну и как-то возобновлю паузу Не буду очень сильно углубляться в их творчество А вот сейчас как-то уже изголодался По их фирменному звучанию И, надо сказать, с радостью послушал альбом Angel or Alien Потому что ничего не поменялось В хорошем смысле У нас есть лютое качево У нас есть гитарные соляки Потрясающая электроника У нас есть нули, много нулей Крутой гроул Клевый микс Ну такой типа подгруженный чистый вокал Ну в общем, все фирменное Born of Osiris Born of Osiris Варева Несмотря на то, что он длится почти час Этот час пролетает Вот очень быстро И все еще Несмотря на то, что ключевой рецепт их музыки Не поменялся Мне очень интересно Выслушивать там какие-то Определенные фишечки Комбинации Ну и я считаю Этот альбом, наверное, наилучшим вариантом Чтобы начать наш сегодняшний выпуск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вторым тайтлом сегодня будет второй альбом канадской группы Хэксен Клад Который называется Heathen Hut На своих страницах в соцсетях Они описывают свой жанр как Приблыкованный Фолк-метал Хотя, глядя на Трек-лист и название самого альбома Как-то хочется сюда приписать еще и Тег Пэган Думаю, как-то так все становится на свои места Этот альбом обладает таким очень хорошим продакшном Хотя сам сонграйтинг отсылает меня к временам 15-летней давности Когда в моем CD-плеере звучали Хенонт, Фолкенбах и всякие Пэган-тайтлы И вот эти нахлынувшие волны ностальгии Заставили меня еще лучше прислушаться к этому релизу А потом я как-то посмотрел их клип И увидел, что это такие не очень молодые прям Олдовые ребята И видимо они тоже прям пропитались музыкой того времени И несут ее знамя в таком современном Не уступающем коллегам по цеху звучании Но если мы пробежимся по хайлайтам этого альбома То мы в принципе найдем все то Что ждем от хорошего альбома в этом теглайне Песни эпичные Структуры треков с их скачками Между такими тремольно-карданными штуками И акустическими спокойными вставками с хорами Они прям выдержаны в лучших канонах жанра И у музыки чувствуется характер То есть если мы мысленно выключим весь вокал Уберем тексты, не будем читать название коллектива Сама музыка в себе несет эти языческие природные мотивы И никакой другой лирики здесь представить невозможно И если мы закончим этот мысленный эксперимент И снова будем слушать треки полностью, как они и есть Мы имеем полнейшую гармонию инструментала Лирики, текстов, всего И вот это вот очень крутой показатель, на мой взгляд И вот я думаю, что этот показатель говорит не только о том Что второй альбом Хексен Клад это круто Кроме этого, он говорит о том, что и третий альбом будет не хуже Как раз таки потому, что группа прям идеально прочувствовала свое направление Субтитры сделал DimaTorzok Третий сегодняшний альбом едва так успел запрыгнуть в выпуск Уже в конце июля Я как-то нехотя так включал июльские релизы Потому что как-то хотелось уже закончить составление списка групп на выпуск И перейти уже к прослушиванию хоть чего-нибудь другого Но я все же ткнул на воспроизведение второго альбома группы с таким весьма непримечательным названием Night Crown И по истечению короткого интро первого трека, когда все инструменты уже вступили, прошло где-то полтакта И я достал телефон, открыл заметки и такой группам типа Подвиньтесь, у нас есть кто-то получше Альбом называется Hard and Fart Группа Night Crown, как я уже сказал И это такой Black and Dead Но рядышком, так, для простоты навигации можно воткнуть тег Melodic Dead Metal Но звучит это настолько яростно, как не звучит иногда самый лютый и трушный Black Тем не менее, тут много мелодий Но звучат они очень едко И сам рифинг не отстает вот в своей едкости и въедливости звучания Обращая местами свой довольно приятный мелодизм прям в яростное и злющее крошу Ну и завершает эту пирамиду ненависти вокал И вот здесь я прям был очень приятно удивлен Потому как всех участников группы я и, я думаю, большинство из вас знаем по группам Cypher System Оттуда местный и гитарист, и басист И Despite, оттуда барабанщик И он сейчас еще в Dark Funeral играет А вот вокалиста Кена Ромлина я до этого нигде не встречал А он прям играет очень важную роль в составлении общего звучания коллектива Потому как его такой высокий скрим Местами настолько чувственный, что почти даже Шрайк Он переводит вот это все звучание группы из разряда яростного Прям, прям в безумный В текстах тут шведский язык, поэтому периодически не скримовые декламации Выглядят такой прям вишенкой на этом поехавшем метальном торте Ну а если вы так же как я пропустили их дебютник в прошлом году То там прям вот так же все максимально офигенно Только на английском языке В общем, годноты от них у нас теперь есть в достатке Субтитры сделал DimaTorzok Несмотря на то, что группа у нас сегодня чуть меньше обычного Тем не менее, без старшего уже традиционного автопа я обойтись не могу Поэтому новый альбом певицы Дакука 310.06 или как там вообще эти цифры друг от друга отделять Я уже довольно продолжительное время обращаю свое внимание на творчество этой украинской певицы Но как-то не думал, что у меня появится возможность рассказать о ней в автопе ММАНС, хотя в целом хотелось бы Просто раньше у нее был такой лоу-фай чилбит Весьма какой-то, я не знаю, авангардный что ли или скорее экспериментальный И как-то при прослушивании ее предыдущих альбомов Весь материал релиза у меня не собирался в одно что-то такое Ну если можно так сказать, значимое То есть это было всегда очень клево, интересно С потрясающим вокалом Но как будто мне казалось недостаточно в рамках одного релиза То есть я бы мог из всего ее творчества набрать там треков И если бы у меня была такая возможность, я бы их объединил в альбом один И тогда бы рассказал в ММАНС Но такого как-то я себе позволить не могу Поэтому мне оставалось только ждать альбома, о котором я смогу здесь рассказать И вот этот альбом 310.06, он таким альбомом стал Возможно, потому что это первый ее релиз Где ее фирменное экспериментальное звучание Оно так склеилось за счет обилия живых инструментов То есть можно сказать, что весь альбом он звучит так, живьем Живые гитары, бас, барабаны То есть ну все как нам привычно Да, у нее и раньше встречались живые инструменты, барабаны Но вот здесь, как я и сказал, это прям целый альбом такой годноты И мне кажется, он открыл двери в ее творчество для многих людей Которым, может быть, было как-то не очень комфортно в этом экспериментальном лоу-фай звучании Но зато они стали в своей тарелке при звучании живых инструментов Но безусловно, все это такое обновленное звучание инструментала Это исключительно сервировка, чтобы красиво подать ее очень запоминающийся вокал Который персонально мне очень сильно доставляет Я надеюсь, среди вас тоже найдутся любители И недавно в нашем паблике ВКонтакте я увидел вот такой комментарий Ну и в принципе этот момент настал за главный трек на этом альбоме Это фит Дакуки и Пирокинезиса Про Пирокинезиса я бы тоже с радостью здесь как-нибудь побольше рассказал Мне прям действительно нравятся некоторые его альбомы И возможно их фит это не тот трек, с которого нужно впрыгивать в творчество Андрея Но, может быть, вы так, немножко к нему прислушайтесь И потом, как-нибудь на новом релизе Пирокинезиса Я еще про него здесь поговорю Ну а пока новый альбом Дакуки Слушаем Автоп и возвращаемся к металлу Субтитры делал DimaTorzok Что у них в один строк По-настоящему Все мне наплевать Как будет Но будут Осколки В прошлого льда На мне Стоп нет Ничего нет Ничто так не увлекает Как фантазии Испытаний Что ж, у нас осталось два метальных альбома на сегодня И это такие релизы, о которых я вот очень хотел рассказать в выпуске Но когда они вышли и я их послушал Произошла какая-то довольно странная ситуация в обоих случаях Ну, странная по-своему Начнем с альбома The Apocalyptic Writer Под названием The Divine Hossman Это, если не ошибаюсь Уже одиннадцатый Альбом Этой немецкой группы И знаете, бывают такие ситуации Когда Ну, вам кто-то Рассказывает про группу Говорит Вот, смотри, годнота Послушай Ты пробуешь И как-то Не можешь Раскусить Сразу Их материал И как-то, ну вот Откладываешь У меня так было с The Apocalyptic Writer И вот это вот мое откладывание получилось каким-то прям непозволительным, долгим Где-то пятнадцать лет назад мне впервые про нее рассказали Я тогда послушал, но у меня совершенно была другая голова Были другие вкусы И мне тогда как-то, ну, не очень зашло Что-то вроде прикольное Да, там какой-то металл И примерно такое я тогда слушал Но все-таки как-то не влетело оно в меня С первого раза И вот я решил отложить Я помнил про эту группу У них достаточно примечательное название Которое Периодически всплывало в моей голове Но я как-то не возвращался к прослушиванию И вот прошло эти вот Примерные пятнадцать лет И в этом году Начали появляться Синглы С их нового альбома Я такой думаю Ладно Пришла пора И вот так забегая Немножко вперед Если бы The Divine Horseman был Их дебютником Я бы, наверное, особо не углублялся вообще В творчество этой группы В то, кто там они такие И, скорее всего, я бы этот альбом пропустил А тут Вот Вышло пару синглов Я послушал Вроде как заинтересовался Думаю, ну, послушаю Все их предыдущие релизы И как же я охренел Вот уже сейчас От того, насколько Они крутые Мне прям Очень Они понравились И я, конечно же Тысячу раз пожалел О том, что Все эти годы Я знал про эту группу Но вот вообще их не слушал И сейчас это для меня кажется Ну, такой Большой потерей И вот весь июль Большую часть времени Я слушал Альбомы Диапокалиптишн Райтер И, возможно, именно поэтому В этом выпуске не так много групп Все их Предыдущие релизы Это прям Очень круто Это прям обязательно Нужно слушать Я прям вам Настоятельно рекомендую Какие-то релизы Я думаю, после выпуска Я започу еще В паблике А вот этот альбом Он мне показался Каким-то странным То есть вот к моменту Его релиза я Подготовился Прослушав кучу Охренительнейшего материала Прям 10 из 10 Покупаю на все деньги И я думал, что этот альбом Будет таким же А он Я слушал и не понимал, что происходит Они же такую годноту Выпускали Почему здесь Что-то Совершенно Экспериментальное Что-то такое Шаманистое По звучанию Какой-то такой Трайбл вайп у них В треках Сами треки Они как-то Растянуты Очень в хронометраже Да, там есть Метальные рифы Есть вот этот Вокал Достаточно Узнаваемый Но Все эти треки Они абсолютно Другие Нежели все Творчество Диапокалиптишн Райтер Я точно понимал, что Что-то здесь не так И все же Решил включить Этот релиз В нашу сегодняшнюю Подборку Как минимум Для того, чтобы Обратить на них внимание Чтобы мы Все с вами Слушали всю Их дискографию Чтобы не дай бог Ни у кого из вас Не было такой ситуации Как у меня Что вы пропускайте Их творчество мимо В общем Этот коллектив Это абсолютно Масхед И вот буквально недавно Я почитал рецензии От их лейбла От Nuclear Blast И почитал Некоторые ревью И все в принципе Встало на свои места Потому что Этот коллектив В честь своего 25-летия Они решили Прям Удариться В эксперименты И они записали Этот альбом За два дня Они всей группой Со звукорежиссером На два дня Заперлись В репетиционной комнате И просто Джемили Просто играли И записали Таким образом Восемь с половиной Часов Материала И после того Как ты узнаешь Вот эту деталь Альбом слушается Уже совершенно иначе После этого Я послушал его Еще раз И такой Ах Да Не ну если так То Диапокалиптишн Райтер Действительно Мать его круты За два дня Собрать такой альбом Это воспринимается Совершенно иначе Здесь мы имеем то Что вылезло из них За очень короткое время В максимально Творческой Обстановке И что самое главное Это значит Что Вряд ли следующий Релиз Они будут выпускать По такой же схеме Скорее всего Это был Юбилейный эксперимент Скорее всего Следующий альбом Они просто сделают Таким же как предыдущий Потому что Это их стиль Они умеют так делать И если так и есть Все Я совершенно точно знаю Что да Этот альбом Должен быть здесь Ну во первых Потому что сам этот Экспириенс Записи альбома В джеме Это круто В металле Это в принципе Редко кто делает Ну а во вторых Мы с вами Послушаем Их предыдущие альбомы Если вы их никогда не слышали Я думаю Я почему то уверен Что большинство из вас Разделит мое мнение О том что Они действительно Очень крутые ребята И мы вместе с вами Подождем Следующего релиза Который я прям Уже Осязаю Насколько он будет Хорош Поэтому я вот Думал что я совершенно Другие вещи буду говорить Про эту группу В сегодняшнем выпуске И я очень рад что Получилось именно так Что я могу Респектнуть Этой группе За этот релиз За все предыдущие И я надеюсь За еще очень-очень много Последующих Ну а теперь мы Приблизились к Последней группе Из сегодняшнего выпуска И с этим альбомом У меня произошла тоже Достаточно интересная история Во-первых Это как раз тот релиз Который должен был выйти В прошлом месяце И я Все готовился О нем вам рассказать Но релиз Отложили до конца июля Так что Вот мы здесь Ну для начала скажу Что это Группа Лог Восток И их новый альбом Opus Ferex The Great Escape И я очень пытался Но реально не смог вспомнить Откуда я вообще знаю эту группу И это один из тех коллективов Чье название с Наверное с самого начала Metal Music Madness Все тусило у меня в заметках На телефоне Я ждал какого-то Случая Что бы Вам об этой группе Рассказать И как-то все Не получалось Благо этот случай Настал сейчас Ведь Лог Восток Я Могу назвать Наверное Своей Самой Любимой Прогрессив Метал командой Ну так вот Это Ну на мой взгляд Не самый лучший Альбом Чтобы начать Ваше знакомство С этим коллективом Он хорош Он очень крут Но лучше бы Наверное начать с любого Из предыдущих Релизов Когда я говорю Что Лог Восток Моя любимая Прогрессив Метал команда Наверное тут играет роль то Что это Скажем так Как не чистый прогрессив Скорее это можно описать Как прогрессив Слэш экстрим метал Но на релизе Опус Ферекс Как раз таки вот эта вот часть Которая экстрим Она немножко такая Затенена И можно В полной мере говорить Что да Это такой прогрессив Метал релиз Тут мы слышим Такое очень Живое звучание Много Каких то Призвуков Мелизмов Скрежета такого Достаточно живого И немного Злого Но он получается Не из-за небрежности Исполнения А прям из-за очень Напористого вваливания В инструмент Тут В этой группе Музыканты прям Знают свое дело Знают свои инструменты И Прекрасно понимают Как ими можно пользоваться То есть это такой прогрессив Где Музыканты Не стараются Все Детально так Идеально Квантизировать Все Вылизать Нет Тут если можно так сказать Они Как в старые Добрые Позволяют Вложить немного Души в свое исполнение И вот это что касается Инструментала Ну вот Очень важная Часть звучания Лог Восток Формируется Из вокала И вот Наверное здесь Возникает тот Поинт Из-за которого Опус Ферекс Возможно Не лучший Альбом Чтобы начать знакомство С творчеством Этой группы Потому как На этом альбоме Новый вокалист Раньше Все Предыдущие релизы Роль вокалиста И чистого И экстрим вокала Исполнял Тедди Мюллер Гитарист коллектива Самый главный Можно сказать Мастер Майнд Лог Восток И то что Тедди Мюллер Способен В одном себе Сочетать все эти стороны И в какой степени Он их сочетает Вот это для меня Всегда было Очень такой Важной изюминкой И чистый вокал Здесь Что раньше Тедди Мюллера Что сейчас Нового вокалиста Это какой-то потрясающий диапазон Что по нотному ренджу Что по обилию Каких-то таких Технических фишек И вариаций Исполнения Так получилось Что недавно Тедди Мюллер Сложил с себя Полномочия Чистого вокалиста Оставил у себя Только экстрим И его Как-то так По ощущениям Стало меньше И на это были причины Я сейчас вкратце Про них расскажу Если, например, вы Знали эту группу Но вам не довелось Пока углубляться В поиск инфы Почему же так Произошло Что за новый вокалист Откуда он вообще взялся Потому как, тем не менее Лог Восток Это такой Непопулярный тайтл И чтобы найти какую-то информацию Нужно Прослушать кучу интервьюшек Я постарался это В какой-то мере Сделать за вас Поэтому, надеюсь Смогу удовлетворить Чье-то любопытство В общем, для меня И для всех Кто группу Лог Востока Раньше слышал И наблюдал В медиапространстве Группа Представлялась Как Серьезный Крутой коллектив Где Все вообще Тащит на себе Такой Невысокого роста Такой Кругленький Бородатый Швед Собственно, Тедди Меллер Но, как он сказал В одном из интервью Его Такая ситуация Слегка вышла из-под контроля Появились проблемы С лишним весом И то, что он Вот этим своим Потрясающим Охренительным Вокалом Тем не менее Прилично изнашивал Свои связки Все это вылилось В Как он говорит Какой-то такой Прям Очень Мешающий Храп И он начал бороться С этой проблемой Он Сбросил 45 килограмм Вообще Крутой мужик И ему Такому Внешне-внутреннему Немного обновленному Ну, как он сказал Захотелось уже не Стоять на сцене И вытаскивать Всю эту Очень серьезную Вокальную работу А захотелось как-то Активничать Бегать по сцене Ну, когда Концерты Есть И он решил Позвать на вокал Своего Старого товарища Йонаса Редехорна Родом из Колумбии Который По Своему диапазону Ну, можно сказать Не уступает Мюллеру Но тем не менее Так получилось Что на Вот этом альбоме Opus Ferex Мы имеем Больше чистого вокала Который крутой Немного меньше Экстрим вокала Тедди Мюллера И вот Как-то так со всем этим Получилось Чуть менее Агрессивный инструментал Очень крутой Ну, просто чуть менее Злой Но это не значит Что этот альбом Не работает Если вы не знали эту группу И вы его сейчас послушаете Я уверен У вас несет башню Это очень крутой альбом Но если вы послушаете Предыдущие релизы У вас башню сорвет Вообще инфернально И окончательно Поэтому Безусловно Я найду возможность Познакомить вас С моими любимыми Предыдущими работами Группы Ну, через наш паблик Вконтакте Так что Периодически залетайте туда Или подписывайтесь На нашего бота В телеграм Который Все альбомы из паблика Рассылает вам в личку В телеграм Ну а сейчас мы послушаем Пару сэмплов с актуального релиза Опус Ферекс The Great Escape И я уверен Это будет Отличным Открытием Из июльских релизов Для вас ДИНАМИ 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 Ребят ДИНАМИ 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 В общем еще раз Огромное вам спасибо Ребятки Вы крутые До скорых встреч С вами был Миран До связи ДИНАМИ ДИНАМА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИ ДИНАМИ ДИНАМИ